Ничего не думал писать про эпический проход британского эсминца Ди Фенда через наши территориальные воды, которые Украина и весь остальной мир считают украинскими, и имеют на то согласно международного права все основания, если бы не превратное освещение сего провокационного акта в прессе и наших электронных СМИ. В начале фактаж по данным Министерства обороны РФ. 23 июня 2021 года в 11 часов 52 минуты по МСК ракетный эсминец королевских ВМС Британии Хэмс Ди Фенда в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент вторгся в территориальные воды РФ на глубину 3 километра, чем нарушил государственную границу РФ, предупреждение о необходимости изменить курс и покинуть воды РФ. Полученный по радиосвязи с борта российского пограничного сторожевого корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ проигнорировал и продолжил следовать прежним курсам, после чего, учитывая невозможность произвести навал и таким образом вытеснить нарушителя газграницы за ее пределы, Ввиду несоразмерности пограничного сторожевика и эсминца британских ВМС, эсминец Type 45 имеет стандартное водоизмещение 7,5 тысяч тонн против 333 тонн у ПСК Р проекта 10 410 светляк. Российский ПСК Р в 12 часов 6 минут и 12 часов 8 минут по МСК выполнил предупредительную стрельбу одиночными выстрелами из палубного орудия по курсу движения нарушителя. Поскольку нарушитель проигнорировал и их, в 12 часов 19 минут по МСК бомбардировщик Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами АФАП-250, каждой весом 266 килограммов по курсу движения корабля-нарушителя. После чего тот в 12 часов 23 минуты по МСК-таки покинул территориальные воды ЭФФ. При этом британская сторона отрицает не только сам факт нарушения газграницы РФ, поскольку с их точки зрения они ничего не нарушали, а находились в украинских территориальных водах, но даже и факт обстрела их корабля-мол, русские проводили учения, нас это не касается. Комментировать тут особо нечего. Англичане сознательно пошли на провокацию, заблаговременно позаботившись о медийном сопровождении возможного инцидента, посадив на корабли еще и корреспондентов BBC и Daily Mail. Примечательно, что в ожидании ответных действий российских пограничников вся команда на верхней палубе эсминца, включая и журналистов, надела белые асбестовые огнеупорные костюмы, включающие даже перчатки и балаклавы. Чего одевали, если ничего не было? За кадром остались наши пограничники, преследовавшие нарушителя. По моим данным, это были два корабля пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым, ПСКР-932 Крым и ПСКР-933 Керч. Кто именно из них стрелял, я не знаю, но то, что своей 76-мм пушкой АК-176М они никакой угрозы эсминцу Тайп-45 не представляли и не могли представить, это медицинский факт. Осколочно-фугасные авиабомбы, сброшенные Су-24М, попадя не в корабль, конечно, наделали бы там шороху, но их мы сбросили в воду по курсу движения нарушителя. Миссия корабля – это тот самый корабль королевских ВМС, на котором за два дня до этого, на рейде Одессы, британским министром по оборонным закупкам Джереми Квинном и замминистра обороны Александром Миронюком, в присутствии секретаря СНБУ Украины Алексея Данилова, первого морского лорда Великобритании адмирала Тони Радакина и посла Великобритании в Украине Мелинда Симонса, был подписан меморандум о морском партнерстве между консорциумом промышленности Великобритании и военно-морскими силами Украины. Данным меморандумом официально закреплено согласие сторон на совместное проектирование и постройку военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины, о чем в тот же день раструбила по всему миру пресс-служба Министерства обороны Незалежной. Договор предусматривает строительство восьмыми ракетных кораблей для нужд в МСУ, причем шесть из них на украинских судостроительных мощностях, и еще два в Британии, с локализацией 75%, строительство двух военно-морских баз, одна на Азове, другая на Черном море, плюс еще передача в МСУ двух минных тральщиков безвозмездно, не считая технологий на производство. Но это все, так сказать, предыстория. Тут ничего нового. Меня же смутило, как это все освещалось в наших электронных СМИ. Выступали вроде все уважаемые люди, а несли такой бред, что на голову не налезет. Первым отличился самый известный медиаэксперт, который уже семь лет вещает из каждого утюга, не считая холодильников по вопросам Украины и не только, Ростислав Ищенко. Он договорился до того, что меморандум, подписанный на борту пресловутого эсминца, министром по оборонным закупкам Великобритании и заменстро обороны Украины на производство и поставку для нужд в МСУ восьмыми ракетных кораблей английской разработки, не стоит даже той бумаги, на которой написан. Уважаемый эксперт успокоил всех российских обывателей, что это не более чем декларация о намерениях и обещать не значит жениться. И привел в качестве доказательства Будапештский меморандум 1994 года, подписанный Украиной, Россией, Британией и США, согласно которого Украина избавилась от своего ядерного оружия, в обмен на гарантии собственной безопасности, которые спустя 20 лет оказались пустыми обещаниями. Трудно с этим не согласиться с уважаемым специалистом, за плечами которого опыт дипломатической работы в украинском МИДе, как раз в те годы, когда Будапештский меморандум и подписывался. Но дальше он понес такую пургу, что даже как-то стало неудобно за бывшего дипломата. Он продемонстрировал полную неподготовленность и некомпетентность в рассматриваемых вопросах, видно совершенно не готовится к интервью, а пытается выехать на общей эрудиции. Он успокоил российских обывателей, что это им ничем не грозит, поскольку Украина свободная страна и может заключать договора на поставку кораблей для нужды ее ВМС хоть с чертом, хоть с дьяволом, и они ей их поставят, если у нее найдутся для этого деньги. А поскольку денег нет, то и волноваться нечего. Украина скоро исчезнет, согласно его прогнозов, с политической карты мира. Слава Путину, слава КПСС! Извините, слава Единой России! Кто оплачивает данный банкет? Я должен разочаровать уважаемого эксперта, поскольку деньги уже нашлись. Угадайте, кто их выделил? Совершенно не зря в октябре прошлого 2020 года, как раз на день рождения Путина. 7 октября Вова Зеленский прокатился на Туманный Альбион, поручкался там с Борисом Джонсоном, членами королевской семьи, их королевскими высочествами герцогом и герцогиней кембриджскими. Встретился со спикером палаты общин парламента Линдси Хойлом, лорд-мэром лондонского сити Уильямом Расселлом и вдобавок ко всему посетил лондонскую фондовую биржу, где имел беседу с британскими инвесторами. Как видите, график был напряженный, не до осмотров местных достопримечательностей. Все это закончилось подписанием украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. И еще ряда двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов. Я обращаю внимание уважаемого эксперта на две последние строчки, перечитайте их еще раз. Вот тут как раз собака и покопалась. Уже после возвращения Зеленского на родину, вдруг совершенно случайно всплыл, казалось бы, малозначительный факт, что в британской столице он встречался не только с приведенными выше лицами, а еще и с директором СИС МИ-6 Ричардом Муром. Для чего лично посетил офис данной конторы по адресу Набережная принца Альберта, 85. А это уже скандал. Президент суверенной страны не может общаться с директором секретной разведывательной службы иностранной державы, кстати, кадровым разведчиком, да еще и в офисе последней. Но для бывшего клоуна правила не писаны. Он даже конституцию собственной страны нарушил впоследствии, глазом не моргнув. А шо, нельзя? Что ему какие-то неписанные правила? Но, как показала история, Вова Зеленский совершенно не напрасно отирал штаны в офисе на набережной принца Альберта. Именно после того, как его делом заинтересовался Мур, случайная игра слов. Вы поняли, о каком Муре идет речь. В итоговом каменнике и появились те две строчки, на которые я и обратил ваше внимание. Чтобы было понятно, о чем там речь, я просто процитирую протокол. 7 октября 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, согласно которого Британия берет на себя обязательство переоснастить ВМС Украины современными ракетными катерами собственной разработки в количестве восьми штук, причем шесть из восьми катеров будут произведены на украинских производственных мощностях с привлечением британских специалистов. На вооружении катеров штатно будут установлены по восемь крылатых противокорабельных ракет, совместимых со стандартами НАТО. Впоследствии они могут быть заменены на противокорабельные ракеты «Нептун» украинского производства. Данные катера должны закрыть все потребности в МСУ в кораблях подобного класса в Черном и Азовском морях. Кто и где будет строить данные корабли, обращаю особое внимание уважаемого эксперта, который в своем интервью договорился до того, что речь в меморандуме не идет о ведении строительства на верфях Британии, ибо это очень дорого стоит, а построить что-либо на Украине невозможно по определению, специально для него цитирую документ. Два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя. Его должно определить правительство Украины. В процессе изготовления украинцы должны будут наблюдать и учиться у своих британских коллег. В дальнейшем все производство, от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением, будет происходить на Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной. Под данный проект британское экспортное кредитное агентство открывает кредитную линию в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, 1,6 миллиарда долларов по текущему курсу, со сроком погашения 10 лет. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове и Бердянске. Как у Ростислава Владимировича после этого, с доказательной базой. Кажется, Украина совсем не в курсе, что он ей предрек скорую гибель. Поверьте, я бы и сам с радостью сплясал на ее похоронах, но слухи о ее скорой смерти явно преувеличены. Увы и ах. Сам расстроен. Текущая экономическая ситуация на сырьевых рынках привела к тому, что Украина в ближайшие три года легко обойдется без кредитов МВФ и уже сейчас покрыла отрицательное сальдо торгового баланса, а в платежном балансе сведя его к минимуму. Украина уже сейчас вышла на бездефицитный бюджет, а к концу года будет зафиксирован и его профицит впервые за многие годы, что позволит бездарному клоуну легко баллотироваться на второй срок, и он вам еще покажет, кто кому клоун и где Кузькина мать, опираясь на своих новых друзей, Британию и Турцию. Но это тема отдельной статьи, сейчас не об этом. Закончу для Ростислава Владимировича. Во всей этой истории наиболее показательными являются два момента. Первый – это сумма контракта – 1,25 миллиарда фунтов стерлингов с отсрочкой платежа на 10 лет. Для понимания значительности этих средств, это почти половина стоимости новейшего английского авианосца флота и ее королевского величества Принц Уэльский, «Хэмс Принц оф Вэйлс», спущенного на воду в 2019 году. При том неудовлетворительном состоянии собственных ВМС, эти деньги для Британии были бы совершенно не лишними, но она их выделяет на военные нужды Украины. К чему бы это? Британцы никогда не страдали благотворительностью. Ответ прост. Просто эти деньги проходят по другому ведомству. Не зря Вова отирал штаны в кабинете директора Ми-6. Результаты вы видите ваучию. Для сравнения, США аналогичную сумму – 1,5 миллиарда долларов. Выделили Украине на военные нужды за все годы после революции гидности, начиная с 2014 года. Нет, что не говори, у англичан тут любовь с дальним прицелом. Как говорил Глеб Жеглов, у них тут лежбище. Локализация. И второй момент, на который требуется обратить внимание, это локализация проекта. В наших средствах массовой информации уже поторопились поведать, что хитрые англичане, выделяя эти деньги, фактически финансируют сами себя, оплачивая строительство этих кораблей своим рабочим. Однако это не так. Это хитрые американцы, выделяя деньги на военные нужды для страны 404, финансировали сами себя. Деньги даже не покидали американской юрисдикции. Они, братья, получая устаревшее вооружение, попадали еще и на проценты по кредиту. Англичане же поступают благородно. Шесть из восьми ракетных катеров будут построены на украинских судостроительных мощностях местными силами с привлечением британских специалистов. Локализация проекта 75%. Часть денег предусмотрены на развитие инфраструктуры двух военно-морских баз под эти корабли на Черном море в Очакове и на Азове в Бердянске, потому что Одесская южная база в МСУ такого количества кораблей принять не может чисто физически. Построенные базы, оборудованные по всем стандартам НАТО, при этом будут способны принимать и корабли союзников, для чего, собственно, и строятся. Британский кредит дает возможность покрыть эти расходы, потому что стоимость самих ракетных катеров колеблется в пределах 60-80 миллионов долларов за единицу. Кроме того, Британия возглавит программу «Инициатива по морской подготовке для военно-морских сил Украины», которая стартует в сентябре 2021 года. Это будут многонациональные усилия по расширению возможностей украинских моряков, заявили в свое время в посольстве UK, комментируя годичной давности визит своего министра обороны в Киев. Нет, что ни говори, англичане тут решили обосноваться всерьез и надолго. В ближайшее время Украину из своих цепких ручек они уже точно не выпустят, чтобы там им сонный Джуни говорил. Ну да бог с ним, с нашим Ищенко. Он совсем даже не военный эксперт и даже не экономический. Хотя на голубом глазу и утверждает, что на Украине нет технологических мощностей для производства молотоннажных судов. Водоизмещение планируемых к производству британских ракетных катеров ожидается в районе 400 тонн. Видимо, он совсем забыл про Николаевские верфи, строящие в советское время даже авианесущие крейсеры исполинских размеров, не говоря уже про Ленинскую кузню, приватизированную в свое время Петей Порошенко. Опыт производства России вертолетоносцев на базе доставшегося ей от Украины Керченского судостроительного завода, залив тоже, видимо, Ищенко ничему не научил. Ну да бог с ним, с нашим гуру по геополитике. Но что понес уже военный эксперт все по тому же вопросу, эта тема уже для издевательств. Продолжение следует.